вот тебе ими друзья всем привет сегодня вместе с митей мы с вами наращиваем корни орхидеи передо мной стоит орхидея сейчас я немножечко друзья подержу митюша потому что он прямо на ручке просился очень хотел здесь в кадре сегодня вместе со мной по перестах позаниматься вот этой вот орхидей к и который называется желтый шоколад напомню что ну чё ты пойдешь будешь у меня на ручках лежать сами напомню что ровно ну сколько чуть ну по большому счету полтора месяца назад сегодня у нас 13 июля 25 мая мы вместе с вами распотрошили вот эту вот орхидея которая называется ну а мы с вами назвали желтый шоколад беглиб желтый шоколад беглиб и у этой орхидеи в общем-то не было ни одного живого корешка но мы один корешок оставили в надежде что он немножечко реанимируется но сейчас посмотрим что с ним собственно говоря произошло мы эту орхидею достали она была куплена мною на авито у одного из продавцов ну скажем не за три копейки у меня так можно сказать не бюджетненько продавал сказал что корни на троечку но оказалось что корни не на троечку а в общем-то на ноль вот этой орхидеи совсем корней не оказалось мы и вместе с вами распотрошили достали из горшка зачистили в принципе мы ее ничем не обрабатывали исходя из того что ну собственно говоря вот на эти тема для новичков да когда мы еще ни в чем не разбираемся вот а орхидеечку хочется как-то спасти и вот мы ее зачистили механически убрали все следы черноты обрезали все гнилые корешки и поставили вот в это вот кашпо но прежде чем поставить в это кашпо мы ее обмазали основанием ребав экстра это универсальный регулятор роста у нас на канале имеется плейлист который так и называется ребав для либо ребав экстра для орхидей ну чё ты всё отпустить тебя пойдешь куда пойдешь чё тебе неудобно сюда пойдешь на стол вот ну иди вот вот покажу руки освободились вот такого три баф экстра он в принципе продается в цветочных магазинах и его можно купить в интернете очень много где на сайтах продается в группах у девочек продающих орхидей и сопутствующие какие-то материалы для орхо увлечением орхидей него так скажем в общем ребав экстра имеется продажи это не такой не дефицитный препарат и вот прям неразбавленным этим ребам мы кисточкой взяли кисточку и кисточкой обычной намазали орхидей ки основании плюс еще повторная обработку делал наверное недели через три после того видео ссылку на это видео подробно где мы ее орхидею потрошим где мы ее зачищаем а где обрабатываем ребав экстра я оставлю верхнем правом углу можно ну всем кому интересно пройти и посмотреть видео называется как наращиваем орхидеи без корней и наращиваем самым надежным способом вот собственно говоря это один из самых надежных способов когда просто мы на дно в кашпо наливаем водички на выемку ставим саму орхидею основанием и все друзья оставляем эту орхидею до момента пока у нее не проклюнутся корни ну раз там в несколько дней обязательно делаем визуальный осмотр этой орхидеи но важный момент мне очень часто присылают сообщение в комментариях и под и в комментариях под видео и сообщение вконтакте везде когда начинают наращивать корни орхидеи что-то там про манипуляцию какую-то сделали простимулировали и через день и 22 уже ждут результата почему не растут корни а что еще сделать а сколько раз подряд нужно обрабатывать вот эти вот вопросы бесконечные 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 еще раз хочу друзья сказать что наращивание корней у орхидеи это знаете сродни какому-то а такому знаете таинству орхидеи нужно оставить в покое не крутите не переставлять с места на место не пичкать ее периодически периодически всевозможными препаратами она должна понимаете отлежаться как говорится когда человек больной да он ложится и нужно полежать оставить его в покое когда наши питомцы тоже они на болеют им чтобы восстановить силы нужно тоже побыть самими собой немножко отлежаться вот точно так же друзья из орхидеи ей нужно отстояться в данном случае нужно поставить и все не крутить не вертеть и дождаться какой-то динамики вот сегодня я показываю очередное видео по наращиванию орхидеи корней орхидеи я вот смотрю митька здесь ходит у меня по столу митюш давай я тебя спущу пойдешь под столом масямба и ты с масямбой все митюш иди вот потому что сейчас что-нибудь мне свалишь стойку с телефоном в общем полтора месяца назад мы ее обработали через три недели я еще раз обработал и вот сегодня друзья мы посмотрим на результат на немножко рассказал пару слов что у нас было но все равно друзья одно дело услышать лучше один раз увидеть и обязательно пройдите по ссылке посмотрите как как мы проделывали с этой орхидеи потрошение очистили основание и вот сегодня полтора месяца спустя посмотрим что с ней происходит ну как вы уже может быть заметили у нас за это время потерялся уже лист то есть листика у нас нету одного орхидея для того чтобы наращивать корни для того чтобы продолжать жить вытягивает питательные вещества из листьев и вот здесь нередко тоже задают вопросы чем подкормить орхидею какие питательные вещества ей дать друзья ни в коем случае везде даже все производители всевозможных орхидей везде в аннотации пишут в инструкции по применению что больные больные орхидеи слабые орхидеи ни в коем случае нельзя подкармливать орхидея должна сама просто сама восстановиться и уж когда она будет здоровая вот тогда начинать подкармливать а все питательные вещества орхидея берет ни для кого не открою секрет а может быть для новичков и открою что орхидея большую часть питательных веществ берет из окружающей среды из воздуха окружающих ее это первое и второе если у нее у самой не хватает то есть сил взять и переварить эти питательные вещества из воздуха который в том числе и состоит из азота да она берет питательные вещества из самой себя из внутри из листьев из живых тканей и видите потерю тургора у нее потерян тургор орхидея один листик у нас уже отсушился и вот на сегодня у нас следующая картина достаю вам ее друзья пасма показываю спустя полтора месяца значит что мы видим у нас из точки роста растет маленький листик посмотрите какой красавчик это раз как вы уже обратили внимание у орхидеи появились корневые прыщики как мы их назвали один раз вот несколько штук и вот сегодня друзья я хочу срезать вот этот корень который в принципе он не был живым но он будучи отмершим по себе по себе подымал как бы ближе к основанию влагу знаете вот это капиллярное сообщение да и немножечко тоже принимал участие в увлажнении поэтому сегодня я хочу почистить под срезать вот эти вот этот корень он не нужен здесь снять вот эту вот чешуйку видите пожелтела чешуйка от листика и мы с вами проделаем аккуратно держу чтобы не помять листья вот это вот на самом деле сейчас вторая манипуляция ну первое когда мы ее зачищали обрабатывали либо он в 2 манипуляция с ней было тоже аккуратно и я брал точно также основание мазал либо вам спустя три недели и вот на сегодня за полтора месяца это по большому счету ее ну вторая манипуляция после потрошения после пересадки это ее вторая манипуляция такая и первая такая более менее серьезные то есть я убираю чешуйку эту хочу немножко что под открыть основание орхидеи самое главное не повредить вот эти вот корневые вот эти вот почки давайте так кому не нравится что это я их называю там корневыми прыщиками давайте назовем их корневыми почками вот так вот сейчас я сниму эти чешуйки и мы проделаем следующую манипуляцию но уже нет нет но не такую как предыдущие две я вам сейчас покажу что мы будем делать черноту я немножко вот эту всю снимаю снимаю с орхидеи вот так остатки того сухого листика обязательно почему потому что под него может скапливаться грязь попадать влага тем более что сегодня как раз таки такой момент и будет что мы эту орхидею будем смачивать немножечко будем стимулировать куда-то я засунул ножницы для обрезки корней поэтому буду воспользуюсь такими вот так обычными но они тоже у меня хорошие вот так вот я срезаю чтобы они не торчали вот эти вот остатки от сгнивших корней все почистили значит все проделали мы эту процедуру обязательно очистили освободили от чешуйки основания а теперь что следующий момент теперь нам я ее хочу сегодня сделать третью обработку и это наверное будет последняя обработка опять ребав экстром друзья опять ребав экстра но сегодня я не буду мазать кисточкой в принципе от на сегодняшний друзья день и вот этой вот вот этого состояния достаточно для того чтобы орхидеи дальше начала развиваться но мы же хотим побыстрее потому что у нас экземпляр попался такой тугодумный до полтора месяца до начала роста корней ну чуть поменьше конечно потому что обычно через там две-три ну максимум там четыре недели уже проявляются корни и орхидея начинает активных наращивать сегодня у нас немножко орхидея немножко ну скажем так по другому пошла пути и листик начала расти и корни начала растить вот она по всем этим направлениям начала видите свой рост и при этом она вот поэтому чтобы немножко и еще взбодрить я хочу третий раз применить ребав экстра но уже немножко по-другому вот здесь у меня емкость на 3 литра воды я в эти 3 литра воды хочу 1 миллилитр ребав экстра капнуть 1 миллилитр по 1 миллилитром сразу такой знаете аромат ребав экстра он издает такой аромат какой-то как будто бы знаете спиртовой какой-то вот так вот и пока он из этой воды вода у меня отстоянная комнатной температуры обычные и пока ребав экстра у меня оттуда не испарился я быстренько сейчас орхидею немножко вот ее листьями здесь замочу вот так вот хорошенечко прям целиком и и вот так видите вот и основание и протру но не не тру корни корни не тру не беспокою вот только друзья листья только листья митька ушел уже внизу к малкой там вот все вот так вот я ее подержу друзья минут десять но не буду тянуть с вами резину мы не будем конечно ждать эти 10 минут вот я ее подержу 10 минут листьями воде после чего я ее достану и поставлю обратно и поставлю обратно в ее вот в этот вот вот это вот кашпо кашпо у меня значит стоит вот здесь сейчас на задней полке вот за этими вот горшками температура у меня здесь в помещении в среднем 26 градусов днем ну да 26 градусов днем и где-то примерно 24 градуса 25 ну разница небольшая ночь потому что на улице на улице жарко вот и освещение у меня с значит со скольки освещение здесь включается с 6 утра и до до 9 вечера то есть двенадцать ночи 14 15 часов на 15 часов освещения в этой комнате вот для этой орхидеечки светильник юнел 18 ватные кремового освещения все друзья вот такая будет процедура вот и вот так на сегодня выглядит эта орхидеечка кстати чуть не забыл найду фотографию чтобы понимали как она как она цветет поставлю и вначале и вот сейчас поставлю эту орхидеечку вот так как она выглядела на момент покупки роскошные такие цветы прекрасно принципе перенесла она перелет по почте из москвы ко мне сюда волгоград но вот она изначально была с погибшими корнями и вот теперь мы вместе с вами боремся за эту орхидею в общем друзья вот такое вот видео я наверное отдельно для этой орхидеи сделаю плейлист который так и назову орхидея орхидея без корней желтый шоколад бегали и самого первого видео в этот плейлист я ставлю все видео от момента ее распаковки и распаковка потрошение сегодняшняя обработка рыба вам очередная замачивание вот такое вот и дальнейшие все видео что с ней будет происходить в общем друзья вот такой сегодня у нас сюжетик всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока